Приветствую вас, и два года сырок достаточно большой для того, чтобы девочка ощутила некую, знаете, повседневность того, что она с вами живет. Планы, мечты, это все здорово, но для нее это скорее всего как бы навязано со стороны, для нее это скорее как бы не совсем ее, это как будто ваше, но не ее, и за два года она вполне вероятно почувствовала, что живет уже не сколько для себя, сколько для вас, то есть вот эти вот границы, границы ее личного, они, возможно, стерлись, и девушка начала не то чтобы скучать, не то чтобы она начала переживать и тяготиться, просто когда появилась сосед, она почувствовала, что вот там она настоящая, а с вами она так, какой должна быть. И вот эта разница, попробуйте эту разницу понять, в соцсети она та, какая она есть, а с вами она та, какая она должна быть. Ну, по вашему, по ее мнению, так, по ее мнению, я понимаю, что вы ее ни к чему не принуждаете, я понимаю, что у вас отношения достаточно равноправные, наверное, я понимаю, что вы стараетесь сделать для нее все что угодно, я понимаю, что мечты и планы это все как бы ваше личное желание, я понимаю. Но со временем, когда есть что-то общее, это общее становится сообществом, а для себя лично ничего не остается. И человек в соцсети находит то, что делает ее личностью, она чувствует себя там, сама собой. Значит, что вам необходимо сделать для того, чтобы вытащить ее из соцсети? Ну, по сути дела, показать ей, что жизнь реальная гораздо интереснее. По сути дела, показать, что те впечатления, которые она получает там, не идут в такое сравнение с впечатлениями, которые она может получить в реальной жизни. А для этого необходимо последовательно, постепенно, во-первых, перестать на нее давить, откровенно. То есть, во всех отношениях давить на нее перестать. Требовать от нее тоже что-то следует перестать. Потому что любое требование, это принуждение, любое принуждение, это значит насилие, насилие будет ее отдалять от вас и толкаться от своих соцсетей. А что это все делать нужно перестать. И активно интересоваться тем, чего же она хочет. Вот просто спросить, что ты хочешь? Чем бы ты, что бы ты хотела вообще для себя? Что бы ты хотела там заняться? Чем бы ты хотела там себя заняться? Куда бы ты хотела отходить? Что ты вообще хочешь? Ну и раз за разом спрашивать ее об этом, не так, не вначай, не навязчиво, но периодически. И уверен, ваша девушка, она расскажет вам, что она хочет в определенный момент. Может быть не сразу, может быть постепенно, но она начнет с вами делиться тем, что она собственно хочет. Тут вам важно лишь только ее услышать и дать ей это. И если вот вы ей это дадите, то при наличии у нее к вам чувств, она поймет, что с вами ей лучше. Она поймет, что впечатления, которые вы ей даете, во много раз превышают те впечатления, которые она получает в соцсети. И в итоге она никуда от вас не уйдет. И может быть вы и поживете раздельно, но это лишь покажете, что лучше вас у нее никого нет. Только здесь в том, что вам необходимо и самостоятельно как-то ее радовать, как-то удивлять, попробовать удивлять, удивлять, готовить сюрпризы, привносить романтику и так далее. За два года всего этого может не быть. А также необходимо, ну как сказать, как будто бы заново ее вдвоем. То есть, может быть, начать секретовать, может быть, там пригласить в ресторан, может быть, там цветы и что-то еще. То есть, больше романтики, больше какого-то креатива, больше внимания, больше прислушиваться к ее желаниям, к ее настроениям, к ее потребностям, к тому, чего она хочет. И вот тогда, при наличии чувств вам, она может вернуться в своей социальной сети, потому что она ей просто не нужна. Но вот если чувств у нее к вам нет, если чувства ушли, то вот что бы вы ни делали, это не возымеет никакого результата, потому что чувства уже нет. И с вами она просто по привычке. И тогда это нужно, наверное, просто вовремя принять. То есть, нужно собрать с истерпением, стараться ее радовать, веселить, все это там делать, да, вот то, что я перечислил. Но, если вы видите, что вот вы очень долгое время стараетесь, 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 она как-то вот, ну, вообще никак не реагирует, знаете, и хорошо. Я согласен, давай поживем вместе. Тогда. Ну, поживите вместе, пусть она побудет без вас, пусть сравнит. Сравнение всегда проявляется истина на самом-то деле. Ну, если она от вас идет, значит, чувства у нее к вам не было, значит, и отношения с вами, вам с ней построить не создено было. И это не вы виноват. Это просто так вложилось жить. Так бывает, что, что чувства у людей уходят. И тогда какое-то время они еще по привычке друг к другу. Действительно, вам нужно просто проявить мужество и принять, если будет действительно негативный результат. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, то буду благодарен если сделает его лучше.